Так не может каждый. То есть когда они говорят, смог я, сможете и вы, там вот это все дерьмо. Нет, ни хера не сможете. У меня есть подопечный, который в 51 год восстанавливал дугу за 2 месяца. Вот я ему писал по КТ, в 51 год за 2 месяца. Я сам офигел от этой скорости. То есть я ему говорю, я не знаю, восстановится ли у тебя дуга, потому что посмотри на свой возраст. 2 месяца у меня так быстро не восстанавливается до исходных значений. Ну все, Огонь. Продолжаем. Так, вот. И короче, по БАДуючу я могу сказать то же самое, что по Шредеру. Человеку хватило мозгов реально выложить свои анализы. То есть просто я думаю, зачем? Когда можно написать что угодно. Сдавал МОЦ-визит Кулешов. Там понятно, что человек на Олимпию не поедет там, я не знаю, даже на Левзее. Что там будет нормальный гормональный заряд. Хотя бы тех же истериков. Ну да, больше пускай вложится в питание там, в БАДы. Ну хрен бы с ним, ну курсец какой-то быть должен. Потому что ну такие объемы, ну они странные. И участие на Олимпию в Натураху, ну странное. То есть я действительно знаю людей из нормальной генетики, кто выступает и выступает в Натураху. Но они максимум топ-6. И они, ну до классиков, до физиков выбираются худо-бедно. Но до классиков там, ну печальненькая ситуация. Поэтому, да, в Натураху можно иметь хорошее мясо, но вот те пропорции с круглыми плечами, когда Дельта вот надуваются средние пучки, это другой эффект. А вот анализы выкладывать свои, когда их реально получил, это просто глупо. То есть вот если ты помнишь, у него не было ТТГ у БАВИЧа, тиреотропного гормона. То есть Т3, Т4, в принципе, не можно просто. А я снимал в этом обзор, да. То, что я сказал, там непонятное состояние, по-моему, по щитовидке именно. Инсулин показал было, что он упал на фоне повышенного этого гормона роста? Не, это было не показано, наоборот. Инсулин был показан. Не, инсулин он вроде засветил. А, не, инсулин, да, там был до двух, насколько я помню. Но инсулин вообще, по идее, он не сколько падает, сколько он, наоборот, скачет. То есть падает к нему чувствительность. Ну, ГР – это способ заиметь инсулинорезистентность. Если с инсулином, то тем более. Люди говорят, там, жру все подряд, колю ГР, все у меня хорошо. На самом деле, ни хера не хорошо, потому что ГР мясо надувает, на соли перетаскивает. То есть говорят, ну, как трансформация, так быстро, там, вот, тем, как ставить ГР и тренд. Ну, препараты, которые ФР повышают. А вот так, то есть то, что банально меняется состав, ну, вот этой саркоплазмы в мышечных волокнах. И, соответственно, они более надутые становятся. Но именно касаемо роста миофибрин, то есть сократительных там белков, особо, ну, никаких таких мега преимуществ. Германных нет. Но укреплению сухожилий, зато, заметь. То есть на хрящевые ткани он влияет? Ну, знаешь, когда опять же идет синтез, там, более активный, можно надорваться, то есть... А, ну, надорваться надрывы при ГР, кстати, но они в основном в мышцах происходят. То есть сухожилия, наоборот, держат, по-моему. То есть, короче, там, моменты такие, что на фарме рвут в основном сухожилия, люди, по статистике, а вот на ГР, наоборот, по-моему, мышечные волокна чаще надрывы. Ну, вот я смотрел это, как его исследование, тоже мне делал обзор на то, что вообще реально дает ГР. Там мерили людей, которые делали нагрузку и получили там нормальные дозировки, достаточно соматика. В итоге у них мышцы сильно увеличены за счет межмышечной соединительной ткани, там что же есть, коллаген в своем мясе. Вот, и мышцы набухли из-за этого. Вырос коллаген в сухожилии, то есть там, ну, не так сильно, там, по-моему, в полтора-штабе раза. А вот, что касается мяса, там вообще особо ничего не изменилось. По-моему, там ничего не изменилось совсем прям вообще. И по итогу, ну, ГР, да, его можно ставить, допустим, за пару месяцев до сушки, до выхода, ну, сушки, и убирать его где-то за неделю. То есть как раз он подсольет с него, потому что, ну... Ты имеешь эту соревновательную сушку. Да, 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 потому что он же иммуногенный. То есть с него какой бы он не был хороший, будет лить. Да, все это знают, все так отменяют за 10 дней, за 7 дней примерно так. То есть я так же делал, в принципе, последнюю подготовку. Получается, что сами волокна были раздутые, и, соответственно, по-другому все смотрится. Вот. А по поводу инсулина, ну, он, наоборот, портит чувствительность к инсулину. То есть, по факту, инсулина должно быть много, и глюконы много, то есть как бы он плохо работает. Но, как бы, вот все есть, а инсулин не работает, потому что рецепторы его хуже стали воспринимать. Потому что ГР дает инсулино-резистент. И многие говорят, что с гормоном роста нужно подключить инсулину. Нет, ну смотри, там какая ситуация. ГР же у нас повышает уровень сахара в крови. Соответственно, много сахара в крови, и там поджелудочная устает в кровати достаточное количество инсулина. Ну, то есть постоянно же ей приходится перегрузку терпеть. Ну, да, и по идее ботоклетки могут истощиться. Ну, тут вопрос тоже дозировал. То есть это очень все индивидуально. С ГР, по сути, тоже, потому что... Ну, я встречал людей, которые ставили его по 17 единиц, потому что у них были спонсоры. И это был тяж, и я ему помогал с подводкой парида с Питера. Получилась такая ситуация неловкая, что на первых стартах, когда он каратенчиков, ГР отменил, он нормально загрузился, хорошо вышел. А на вторых, там были через пару недель, по-моему, выход, он ставил... Его очень много между стартами. И когда стал грузиться, у него случилась гипергликемическая кома такая, ну, подрубило сознание, можем сказать, не кома, на несколько часов. И, соответственно, ну, тут достаточно большие дозы, но кто думает, что 17, в принципе, небольшие, есть тоже человек-профиг из Питера. Но про него не надо говорить, потому что мы все, я думаю, его знают. Там были дозыняки до 60 ме, 60 единиц в сутки. И человек себя чувствовал достаточно нормально, тоже пару раз его вырубало, но в целом, я бы не сказал, что это было критично, потому что там было еще 11 грамм метеоритов, и многие очень из них было оральных. Ну, то есть, опять же, есть уникальные люди, получается, которые могут больше дозировки выдерживать и без каких-то последствий, там, всего прочего. Потому что вот у всех есть какие-то генетические плюшки. То есть кто-то хреново в одном месте может что-то сделать, но в другом очень даже хорошо. У меня, например, получается очень быстро прогрессировать, там, на мышечной памяти быстро возвращать мясо. И у меня очень такая сильная печень, то есть всякие нехорошести, которые могут на нее повлиять отрицательно, у меня хоть и мог, ну, нормально, абсолютно метаболизируется без каких-либо проблем. Потому что, ну, если люди с хоть какими-то изменениями в структуре желчного пузыря, у меня же перетяжка, то есть это тоже не есть гуд. А я вот общался с ребятами, у кого есть перетяжка, там отралок, ну, миллиграммов 30, и начинаются уже проблемы. То есть жирная пища, нормально, там жиры не мультируются в кишечнике, соответственно, начинаются всякие нехорошие проблемы с ЖКТ, потому что жир, он же, ну, как бы, ну, липофильный. Покрывает весь кишечник ровно там. Да, покрывает просвет кишечника, где пристеночные вот эти пептиды маленькие, они до конца расщепляются, то, на что переварилась еда уже, такие гитрепептиды, они расщепляются вот в пристеночном пространстве. Жиры его как бы обволакивают, и в итоге получается, что, ну, кишечную микрофлору вы кормите в такой ситуации гидролизатом протеина. То есть они не могут не порадоваться, не начать размножаться и гноить этот белок с образованием совершенно нехороших газов. То есть здесь просто, вот, дала природа, ок. Так вот, тот же Саня Михайлов, у него вот очень много в этом плане здоровья. Стероид-мен большие дозировки выдерживает? Ну, не очень большие. Но он оралки вроде так не хавает, он большую часть-то вливает. Ну, да, у него свое тоже мировоззрение. Ну, опять же, вот, возвращаясь к фейковым натуралам, что могу о них вот сказать? Проблема в том, что именно эти люди, они побуждают других принимать истерики. Потому что вот есть какой-то персонаж, который, пускай, вмазанный минимально, там 0,7 у него, но он сухой, достаточно неплох, ну, как какой-нибудь физик. Занимается там на турниках, какую-нибудь херню показывает, там, снимает, говорит, там, я такой, потому что я ем 10 грамм аскорбинки, она участвует в синтезе катехоламинов и меня сушит. Ну, и какую-нибудь такую подобную движуху заливает, ну, что угодно, по сути, можно сказать. И люди, которые будут это повторять, если они не являются генетическими уникумами, а большинство из них такими не являются. На них не будет работать, и они поймут, что... Да, они посмотрят, скажут, блин, какого хера, я год отпахал по этой методе, и у меня прогресса вот. Ну, и начинают искать, почему. Подойдет какой-нибудь тренером в зале, я про себя могу сказать, замкание километра три. Уже все впаривают с рук, прям все, это реально ужасно. Потому что, ну, даже девочек сажают мастерики, это крайне плохо. Ну, и задаст подобные вопросы, скажет, типа, вот я год качаюсь, он ему скажет про порог, а не про то, что тренироваться не надо по идиотской методике, которая полу для химиков, полу для балабола. Но он не будет в большинстве случаев корректировать его нутрициологические движухи всякие, что ему покушать, что не кушать. Он просто скажет, вот, принимайте амнадрян, чтобы не было проблем. И все. И вот эти люди, они разочаровываются в том, что можно что-то сделать натурально. То есть, нет объективности. Потому что, ну, даже когда я говорю что-то, что я, допустим, вмазываюсь, как бы так корректно выразиться, мастерски становлюсь лучше, вот так. И в этом заключается фейковая натуральная трансформация с определенным набором и одновременной сушкой. Я говорю, что это, в принципе, не реальность большинству людей. То есть, то, что я сейчас затеял для себя, вот это показываю, ну, это, по сути, троллинг. Троллинг вот этих всех чуваков, которые говорят, что вот за месяц можно там накачаться. Вот эти все трансформации показывают. Ну, их в Рунете мало. Моя, наверное, первая будет такой. И они говорят, что каждому так возможно. Каждому так невозможно. Мне вчера, вчера я выложил видео, там, в общем-то, есть один блогер, вот там мнение разделилось на две стороны. 45 лет, короче, Гордовский. Ну, там, рост 170, 70 килограмм, ну, какого качества? То есть, там, в 45 лет мужичок, он сделал это, типа, за полтора года. А до этого он был жирным. Ну, то есть, от слова вообще жирным. Теоретически можно. Я вот говорю, в поводу уникальных людей. Теоретически, да, вот в этом и вопрос. Но вопрос-то в том, что он еще и блог завел, и он с какой-то этой целью все разрывает. И где он сказал три раза о том, что он добился этого всего сам, там, за полтора года. Сгустил по максимуму краски, чтобы на него подписывались. То есть, уже напрашивается сам по себе вывод, что человек, если он заинтересован, то он будет использовать все инструменты. Что ему больше? Они должны говорить, что так не может каждый. То есть, когда они говорят, смог я, сможете и вы, там, вот это все дерьмо. Нет, ни хера не сможете. У меня есть подопечный, который в 51 год восстанавливал дугу за два месяца. Я ему писал по КТ в 51 год за два месяца. Я сам офигел от этой скорости. То есть, я ему говорю, я не знаю, установится ли у тебя дуга, потому что посмотри на свой возраст. Два месяца у меня так быстро не восстанавливается до исходных значений. То есть, здесь чистая генетика. Когда человек начинает что-то такое показывать, он должен сказать, это я смог. Вы, может быть, сможете по-другому. Поэтому делайте так, как нужно вам, как удобно вам, как ваш организм. Нет, они чаще всего позиционируют, знаешь как, ну вот как Шреддер, допустим. Да вы все дурачки, можно вообще и мышцы набирать, и жир топить спустя 20 лет, когда ты тренируешься. Можно, я вам все выкладываю за месяц, я и мышцы набрал, и жир на 30 кг вырос. Нет, при том, что ты в 8% находишься. Понимаешь? Сало? Нет, ну да, 8% жира всего. И там как бы вот на этой стороне... А что надо откуда-то брать? То есть, если, допустим, ты сильно очень занимаешься, естественно, колешься, потому что, ну, большую яму надо сделать, чтобы быстро такую сделать, трансформацию. Ну, потому что организм не йод, он скажет, что за херня, я кушаю 900 калорий, какие яйца, какое размножение, ну-ка быстро тормозим гонадорелин, ЛГФСГ, надо просто выжить. Если ты вмазанный, то, в принципе, на такой калорийности, ну, можно сделать мясо. То есть, можно согнать жир одновременно и... Нет, да, но если у тебя есть жир, вот это я разбирал этот момент, если у тебя есть определенных, хотя бы... Да, вот, он не выявленный, хотя бы... Все слайды на Виктора Силуянова, и я могу сказать, что здесь он абсолютно прав. Да, я тоже не выжимный. А также, если тренироваться как Шреддер, то надо вмазываться либо психостимуляторами, либо, ну, что-то еще такое подобное делать. То есть, то, что он разъясняет, как он занимается, но он всегда, у него разные ролики, их особо не смотрю, потому что, как я уже сказал, я некоторые вещи про него видел вживую, и они достаточно неприятные. Вот, ну, те режимные моменты, которые он обсуждает в своих видосах, они недостижимы нормальному человеку. То есть, если он уникум генетически, он должен делать на это поправку. Потому что, вот, я когда кого-то выкладываю, взять того же моего подопечного, которому 51 год, вот, он сейчас готовится по мастерам, я его выкладываю, я говорю, вы так не сможете, скорее всего, если вы курсанете в этом возрасте на первый курсе, скорее всего, вы не слезете, потому что многие уже идут в сторону ГЗТ в 38-39 лет, потому что постоянный стресс, херобы, еда, вредные привычки, они очень сильно расшатывают гормоналку, потому что организм не идиот, и когда что-то плохо, он хочет от этого плохо избавиться, только потом уже запускать какие-то анаболические процессы. То есть, это все равно, что, ну, хрена мне строить дом, когда тут наводнение у меня. Просто понимаешь, люди еще принимают это, знаешь, как заориентир прогресса, что, вот так, по идее, каждый может, а, короче, все, кто не мог, все что-то не делают, все ленивые, допустим. То есть, норма, норма очень сильно поднимается, то есть, сейчас ты натурально реально тренируешься 5 лет, ты выложишь форму, скажешь, что за дричь, вот любому человеку так скажут. То есть, определенный человек сейчас, тренируюсь натурально, там, за 2 года, плюс-минус, должен делать форму менс-физика текущего уровня. Это вот по представлениям интернета, понимаешь? Ну, это диктуют эти правила, говорю, вот те, кто врет на камеру. То есть, это реальная проблема. И то, что, ну, те, кто дергает за ниточки и говорит атлетам писать все по поводу тех же БАДов, они говорят писать однообразно, то есть, не вникать в то, что они пишут, и все ссылаться на эти самые БАДы. То есть, если взять компанию антипод по типу Блэкспула, ну, где Липрис, тусуется Бренч, там сделали проще и интереснее. Ну, то же самое, что и Рич сделал, до того, как он умер. Они сказали, что вот есть жрачка, есть БАДы, есть Спорпит. БАДы, они не заменят жрачки, ровно так же, как и Спорпит, но они ее дополнят. То есть, Спорпит, а именно протеин-генер-батончики, то есть, то, что прямые нутриенты содержат, ну, и, пожалуй, не заменимки, там, и всякие эти циклодекстрины, там, полимеры, глюкозы, ими можно заменить хавку. То есть, худо-бедно, это накидывается к рационе, вписывается в его нутриенты. БАДы, это, ну, добавки, которые проявляют биологическую активность. То есть, у них есть определенная фармакодинамика, они на тебя повлияют. И есть гормоны, которые помогут это реализовать. И вот ничего из этого, по сути, не надо смешивать. Это разные вещи. И когда они стали это говорить на камеру, то у них реально пошли продажи, потому что, ну, люди устали от этого говна, потому что, когда вот очередной человек говорит, там, я не знаю, это глютамин, я его ем и расту, то как-то неловко получается. Потому что все так говорят, все растут, а вот эти же люди там сидят на шею. А ты стал работать, естественно, люди уже додумают, что к чему, в принципе. Я вот пытаюсь спросить, а на хера формула вот обычным людям? Я считаю просто, что обычным людям нет смысла курсить, если они не продают в медийном или информационном плане свое мясо. То есть мясо надо уметь продать. Нет, ну ты знаешь, есть просто очень богатые люди, которых это просто дополнение к твоим честам. Они не задают вопрос, они просто приходят, говорят, вот есть сумма, мне нужно то-то, то-то, и не остаться без яиц. У них свои заморочки. А вот такие вот ребятки, кто закачивает комплекс, это тоже беда. То есть они пошли тоже от фейковых натуралов, потому что я смотрел ролик канала Мышц РФ про мансфизиков, то есть где они дают интервью про гормональные всякие препараты. Там была сказана фраза «нравится девушкам 8 раз» или 9 за этот ролик. То есть там какие-то реально невменяемые цифры. То есть каждый, по сути дела, кто пришел в этот спорт, давал там интервью, ну там за исключением пары, наверное, лиц, они реально пришли из-за того, что им нужно закачать свои комплексы. То есть не решить проблему, а набрать мясо. И самое хреновое, если человек, находясь на курсе, еще кого-то себе найдет. То есть вот он начал курсить, а потом фигаку нашел какую-то себе девочку. И у него будет четкая связь, что он нашел ее, находясь на гормонах. Это будет жопа. То есть его психологически очень тяжело будет снять с этих всех моментов и объяснить тому, что на уколах жизнь не заканчивается. А здесь на самом деле четкая статистика, я где-то чекал исследования по американским школам, что ли, или колледжам проводилось. С какой целью вы применяете стероиды? Более 60% принимают для того, чтобы... Короче, это формулировалось как эстетические соображения, то есть просто, чтобы выглядеть хорошо. 20% и 25% для лечения и оставшиеся уже для спорта, для результатов, для того, чтобы в регби играть и все прочее. Ну, кстати, по выступающему фейковому натуралу тоже можно сказать, что это вообще плохая идея, говорить, если ты выступаешь в натуралху. Благо вот тут уже люди не верят. Нет, стероиды находили одного, кто реально выступал в натуралху, но по нему прям было видно, что он в натуралху. По нему видно было, что он натуральный физик, вот у Лишанкина на копке, что он там ни хрена не ел, сливал гликоген, у него и силовые были такие, там 90, по-моему, уже. То есть, ну такие, для натурального спортсмена нормальные. Вот. И в принципе, это, ну тоже спорный вопрос, хотя, ну, я думаю, как он набрать большинство сможет, вот поскольку я помню этот видос с обзором. Ну, Саня постоянно пишет этот обзор, он там федерацию говном обкладывает, у него стабильно его потом не пускать пытались. Там был такой пранкер, Василий Карасёв, это Виктор Крэйзи, который приехал, с ними ролик записывал, там просто как сдец, они сделали себе микрофон как у Железного мира и ходили всех спрашивать какие-то похабные вопросы. Ну, как будто ты Железный мир этим занимаешься. Получилось, ну, реально прикольно, но чуваки с ЖМ, они решили все это, естественно, полить каками и сказать, что, ой, как нехорошо. То есть нет юмора у людей, нет желания как-то терпеть конкуренцию. То есть проще вот так вот нагло все отрубить. К сожалению, вот сейчас в ББ такая ситуация. Вот. И в принципе, вот разумно-разумно, опять же говорю, иметь химозную форму только в ситуации, если идет заработок от мяса. То есть непосредственно люди этого ждут, те же выступающие советуются, то да, иметь смысл. Чисто то, что для себя все это укусят, сейчас это стало проходить, и большинство людей, они уже приходят к тому, что ну, как бы нахер оно надо. Вот. Так, по поводу натуралов наших фейковых, что еще можно интересного? Есть интересные вопросы. Мне вчера, знаешь, было задано, тут вот такое мнение живет, вот четкое, что если у человека рост минус вес равно 100, то он, в общем-то, не химик. Понимаешь, в чем дело? Бред. Ну, на мой взгляд, тоже бред. То есть они пытаются, понимаешь, ГМО яблоко и обычное сравнить только с точки зрения размера. То есть, ну, они не понимают, что качество разное. Качество и все остальное, то есть тоже. И скорость, на какое время он это сделал? Если это за год, он достиг такой формы, типа и до этого мы смотрим, он не какой-то, как бы, ну, там велика вероятность, что он, в общем-то, это сделал с фарминг. А когда человек, ну, с стабильными темпами, то есть если они что-то впаривают, то это разумно. Ну, взять того же Войтенко. Войтенко, он реально общается со школьниками. Ну, его не смущает, о чем он занимается вообще. Ну, ему говорят, нахера ты это делаешь, там, врешь, лютим, то есть все. Ну, нормально, его это устраивает. Ровно так же, как и того же Шреддера. То есть я когда был на выставке, к ним реально подходят дети. То есть я вот сфоткал публику, там дети, там, 12-13 лет. И я думаю, что они готовы нести какие-то мелкие бабосики, потому что это бюджет. Бюджетная продукция сейчас хорошо заходит. То есть хреновую кофту купить, там, за 900 рублей, это нормально для ребенка сейчас. И наладив оборот, они смогут с этого тоже что-то заиметь. Вот. И, соответственно, уже будут как-то на этом расти свою финансовую вот эту вот подпитку. Потому что, ну, ты видел, что Шреддер там выкладывает, жрет всякое говно. Пиццу, фигицу. Макдак постоянно. То есть там, ну, кто будет нормально выглядеть, питаясь в Макдаке систематически. То есть он в целом жрет все подряд, насколько вот про него известно, из таких около близких источников. То есть к нему приходят люди, но он жрет вообще все подряд. Да, его мясо, которое тоже расходует энергию, его, опять-таки, курс, они могут это позволять. Плюс у него шишечки же на животе, вот этот Геркин как раз. Замешал такие, бывают, да, да, да. Капсулировавшиеся. Причем, такую же я заметил вчера у как раз человека, которого я обозревал. То есть который тоже на турнике накачался, полностью высушенный вот в качестве, но чуть больше же, чем у Шреддера, но он это сделал за полтора года и в возрасте 45 лет. Ну, показывая, как он из жирного состояния, короче, типа это быстро трансформировалось. Ну, теоретически можно, но, опять же, надо говорить поправку, что не всем. Да, может, маленькому проценту людей, очень маленькому. Да, потому что те, кто продает, они говорят, смог я, сможете вы. Да, это так и говорят, я вас всех обязательно этому научу. Всех научу, все научат. Ну, он научит тому, как он смог. Вот это он не понимает. То, что он научит, как смог лично он. И если будет человек с точно таким же набором нуклеиновых кислот, то, может быть, у него и получится. А в большинстве нет. И это нужно немножечко, как ремарк, в начале ролика обязательно приводить. И тогда будет все на своих местах. Люди, которые хотят сделать форму, они будут подходить к этому объективно. То есть они будут понимать, что это дело, в первую очередь, в питании и режиме. То, что нужно подбирать индивидуально тренинг. То, что нужно понимать, что есть границы. И вопрос, заходить за них или нет, уже при помощи каких-то гормонов, он должен стоять открыто, а не так, что это волшебная таблетка. То есть должно быть четкое понимание в голове. Да, в принципе, люди будут больше верить и фитнес-индустрии в целом, и, может, те же базы нормальные начнут покупать. Потому что только, когда сейчас преподносится, ну, это просто смешно. Я тоже замечал, вот, Серега писал первое апреля видео, я его посмотрел, говорю, сейчас, сейчас, поэтому я вспомнил тему про фейковых аппаралов, ему написал. Короче, ну, там, вы практика или теоретика? Кого вы драйвите? Почему я с этого угорал? Потому что у меня есть лично знакомых, двое спортсменов точно, которые говорят, что, ну, типа, блин, нахера верить этим прыщалым эндокринологам? Как будто без анализов непонятно, что с вашим организмом. Еще УЗИ какие-то, да, сука, без анализов и УЗИ непонятно, что с вашим организмом. Я не Ванга, просто это капец. Да, ну, капец просто. Большинство такое мнение понимает, что зачем нужна теория? Ну, это как социальное доказательство. То есть, допустим, закончить медицинский, вот как у меня сейчас, где-то осталось несколько месяцев, и показывать просто людям диплом, когда мне спрашивают, ты врач? Я говорю, да, сука, я врач. На, держи. И все. То есть, я не люблю вот такие фотки в халатах. Вот это такие понты. У меня поэтому немногие спрашивают, «Ой, нахера ты ролики на улице пишешь, что у тебя такая подача?» Потому что я подаю то, кем я являюсь. Мне абсолютно наплевать на вот эти всякие амплуа, крутого спортсмена, потому что по факту большинство людей, которые такие понты делают, они все ради них и просрали. То есть, те же спортсмены, которые, допустим, выступали 10 сезонов, максимум там 4-е на Москве, там 5-е на России, и т.д. и т.п. Потому что у них там огущенный, не тренер, судья. Они начинают говорить, «Блин, какого хера? Ты, блин, Дима, лох, дрыщ какой-то, у тебя спонсоры, у меня нихера нету». Это реально даже придаёт некоторой мотивации, то, как они бесятся. Потому что… В этом ситуации, то, что вопрос в пользе того, что ты переделаешь. Ты форму делаешь для себя, на неё могут только посмотреть, к большому счёту. Да, ты для себя… Я делаю форму для тех людей. Да, ты когда делаешь, приносишь пользу другим людям, тебе деньги могут возвращаться, могут тебя обеспечивать. Но я не понимаю, почему у спортсменов должно бомбить от того, что нам не платят, мы такие классные, мы вот для себя качаемся, мы форму делаем, почему нам не платят большие деньги? Ну, смотри… Мы только делаем форму. Вот смотри, есть человек, который просрал всё, он объективно понимает, что он просрал всё. У него там гипертрофированный кишечник и брожейки от ГР. У него испоганенные суставы из-за большой массы тела и ГР тут особо не помогает. Ну, вот прям херово. Отдал жизнь спорту, грубо говоря, на месте ты первого места. И он понимает, что в принципе, чтобы ему сейчас добиться успеха, ему нужно быть не только хорошим спортсменом, но и хорошим тренером. То есть хорошим спортсменом надо быть одно, но нужно быть ещё и тренером. И он понимает, что по факту он может только опросить контракт. Смысл ему давать контракт, если он не может обосновать, зачем ему спонсорская продукция. И здесь такой замкнутый круг получается. То есть, ну, либо на сэляви. И они многие этого не понимают, а просто начинают люто хейтить. То есть, те же, допустим, люди с прокатой есть многие, которые взяли прокату и работают там тренером или какими-то менеджером. Ну, говорю, блин, ребят, делайте что-то. То есть, почему ты думаешь, что то, что ты покажешь там реально, что ты заработал кубок, то это людям интересно и людям это помогает. Допустим. А большая часть это будет реально ну вот блоги, по большому счету, влоги, блоги, это бесполезный с точки зрения информативной ценности вообще контент. То есть, он людям помогать не может. Это только развлечение. Ну, по большому счету. Большая часть формата, которые существуют, форматы подготовки, где люди просто говорят, сейчас я буду делать 15 повторений, а сейчас 10 и не объясняют почему. многие копируют. Многие копируют. Эдик Григориан, ты видел видео с ним о семинаре с Леврона? Левронский семинар был, Кевин приезжал сюда, он там говорит про какую-то там, ну, свою подготовку очередную, то-се. И, короче, его Григориан спрашивает, типа, а что если Кевин мне расскажет свой курс, и я его повторю? То есть, в общем, это приводит. Я так с этого угорал, я думаю, блин, вроде мидийный парень на такие шутейки. Ну, не, он прикольный, но такую фигню сморозил. Я действительно, когда сделал мне мой день, может быть, Кевин говорит, ну, все индивидуально. Говорит, ну, вдруг, не распеши приема бельствола. А я повторю, я просто упал с этого туда. То есть, ну, это тоже нужно как-то убирать, потому что, если все делать одинаково, до добра это обычно не доводит. И вот, если люди это будут разъяснять, то они, может, действительно в эту команду придут и что-то принесут и себе, и окружающим. Ну, что там, по вопросикам что-нибудь еще пройдемся. Сейчас гляну. Так, вообще, есть натуралы среди фитнес-блогеров, как ты думаешь? Я думаю, что если есть, они зря об этом постоянно говорят. То есть, надо это преподносить по-другому. Надо это, реально, вот, понимаешь, что у меня свое тело? Я посмотрел первое видео, где он демонстрирует весь свой прогресс. После того, как он сказал, что он это сделал за полтора года, он сразу же говорит, обязательно, что не подумайте, я никакую химию не использовал, и спортпит тоже. То есть, откуда ты должен знать вообще? Ты не должен уметь даже оценивать свой прогресс. Откуда ты решил, что, в общем-то, тебе будут сразу предъявлять, что ты химик? Просто умолчал бы этот момент, и все. Ну, да, если начну спрашивать, то уже говорить. Ну, Кулкотский, по-моему, я наговорил, что он не химик. Я вот из источников некоторых знаю, что у него достаточно странные дозировки, мягко говоря. Ну, и большие, естественно. тоже саматик есть с тем е. Постоянно. Потому что, я помню, там, мой знакомый один из с ним стрим вел, потом говорит, Юрк, ну, что, базоваешься? Он говорит, ну, бывает. Тесты, по-моему, 750, еще что-то назвал, и то, что саматика десятку, вот это я запомню. То есть, там и Шикотта был препарат, третий грамот. Какой не помню. Молчеватель, он натуральный. Ну, это опять же, этиотизм. В его возрасте, с его нагрузками и травмами, ну, какие нахер рабочие яйца? Учитывая то, что он сам говорил, что раньше он курсил. Ну, раз он раньше курсил, перегорит, он тоже раньше. Нет, он сейчас этот момент умолчивает, я ему, у меня запись даже валялась. По телеку выжил. Раньше курсил. Но ты пойми, Серёж, что когда ты на курсе, ты можешь стимулировать и стикулы ХГЧ. Окей, чтобы они там, ну, нормально более-менее себя чувствовали. Но тот же гипоталамус и гипофиз, ну, гипоталамус, это там немножко более сложный вопрос, а вот между гипоталамусом и гипофизом, а гонадолиберин, эта связь, она все равно, как бы, не стимулируется. Конечно, она нарушена полностью. Ты ее расшатаешь. То есть, если ты будешь дохера курсить, то потом раз, и поймешь, что в 39, допустим, 40 лет у тебя какие-то проблемы с яйцами. И теста там в районе 11 анамолий и в общем, в целом, параба на ГЗТ. И то, что Юрка говорит, учитывая ее курс, его идиотские режимы, про которые сам рассказывает, что можно в его возрасте быть натуралом, это странно, как минимум. Просто, как минимум, это странно. Нет, он мог бы сказать, что, допустим, то, что я пропагандирую, это тренинг, рассчитанный на натуралов. То есть, он говорил, но до кучи он должен сказать, что, ну, допустим, я им не являюсь, а про гормоны не вижу смысла говорить. То есть, если бы он это сказал, то это было бы для него такой некой абнистии в глазах людей, потому что он слился с этим вопросом, когда ему лично задумывалось. У него неплохое мясо, у него реально неплохое мясо для его лет. Я всегда говорю, у него неплохое мясо для его лет. Я это не перестану говорить. Вопрос в том, как оно выращено. Поэтому, когда он берет бакки со школьников и дает им странные упражнения, ну, как бы, мне неприятно, потому что я в свое время, сколько это было, 13-й год, когда я только всем этим стал увлекаться, осмотрел тихомировать Исакая Юрку. Такая же ситуация. Я тоже их всех видел, и мне тоже крайне неприятно, потому что когда-то у него была отдельная инфа. Самый черт, он реально тихомирует. Потому что, ну, убивает людей реально. Он боится, может, того, что он скажет, что он курсит, и какие-то люди отвернутся. Но я это говорю, это меня нет, выращивают спид. Я тоже этого момента не понимаю немножко. Просто, понимаешь, рассчитано все на то, мы все вот внутри спорта, кто находится, все прекрасно понимают, что, как бы, какие результаты делают с витаминами, какие там без витаминок. И вот тут, как бы, вопросов таких не стоит, как бы. ты используешь, все к этому адекватно относятся. Но эти люди чаще всего понимают, что нужна какая-то иллюзия людям. Нужна бояться, что он курсит посмотрит. всякое бывает. Нужна иллюзия неосведомленным в этом людям. Потому что, допустим, а вдруг тогда продажи упадут методик? Ну, вот я сейчас скажу, а они скажут, что ты, ты, оказывается, все это время-то был химиком. Я вот у меня никогда такой истории не был.